День с толком 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 к тому, чтобы выполнить в полном объеме. По итогам 9 месяцев 2019 года в краевой бюджет поступило почти 33 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 4% или на 1,2 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом доход краевого бюджета составил 75 миллиардов рублей. Расход на полмиллиарда больше. Также на заседании обсудили создание новых учебных мест в школах края. Дело в том, что к 2025 году школы края должны полностью перейти на первую смену. Сейчас так учатся в основном только первые классы и выпускные. Для полной ликвидации второй смены в образовательных учреждениях не хватает мест для 50 тысяч человек. Поэтому на Алтае они планируют построить еще 85 школ. Некоторые из них, возможно, будут вмещать тысячу и даже две с половиной тысячи учеников. 32 тысячи рублей. Такой размер ежемесячной компенсации утвердили в краевом законодательном собрании. Речь идет о компенсации текущих расходов депутатов, отправка писем, покупка констоваров, расходы на мобильную связь и другое. Ранее с народных избранников не требовали подобной отчетности, против чего выступала прокуратура. Поэтому теперь порядок начисления иной. В конце месяца каждый депутат должен предоставить чеки своих трат и запрашивать компенсацию. Но лимит на каждого народного избранника – 32 тысячи рублей. Новые правила начнут действовать с начала следующего года. Здание Старого Базара откроют 30 ноября. Это будет техническое открытие, сообщило руководство обновленного рынка. А торжественное запланировано на середину декабря. При этом традиционные торговые ряды рынка разместят на втором этаже здания. А первые отдадут под фудкорты и магазины. Каждый бар на улице сможет приобрести здесь мясо. Это будет продукция частных сыроварен. Это будет наш знаменитый уже на всю Россию алтайский мед. Продукты пчеловодства. Сейчас внутри заканчивают отделку. Эскалатор и лифт уже смонтированы. Снаружи обустроена парковка. Напомним, здание рынка построили еще в 1986 году. На месте старинной рыночной площади. В последние годы оно почти не использовалось. Масштабный ремонт стартовал в 2017-м. Добавим, что рыночные ряды вокруг здания тоже преобразились. Торговцы переехали в крытые всепогодные павильоны. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.